день добрый уважаемые с вами дмитрий сегодня будет довольно любопытное видео я продолжу тему том к это ведь есть чем вас порадовать может быть не очень порадовать но тем не менее проведем некий эксперимент как вы знаете из обзора это довольно любопытная машина тут вопросов нет лтх рвет как черт если вы досмотрели все до конца но вопросы были только по фениксу и уже для всех стало очевидно если хотите более гарантированных фрагов где нет такого что вот полагаться нужно на удачу на невнимательность противника по-прежнему лучшим выбором будут воробьи сперроу но слишком тяжело морально отказаться от такой лафы где вы ничего не делаете с огромной дистанции запускаете ракету за ракетой и возможно получаете фраги если в сб с этим порядок многие сбешники уже скидывали повторы показывали что там нормально фениксы работают многие не замечают их то в рб для их чуть более эффективного применения нужно более сложная схема и многие полетавшие на том к эти один-два дня делились советами о том что лучше запускать их ну во первых с высоты более 4000 метров во вторых это конечно же нужно учитывать то что собственный рлс у ракет срабатывает с 16 километров и конечно же важный элемент это запуск нескольких ракет с промежутками временными у каждого они разные кто-то писал про 3 секунды кто-то 5 кто-то 10 кто-то 20 но давайте начнем с небольшого эксперимента я попросил знакомого танкиста григория попозировать для меня и для 6 фениксов на эй 10 тандербалте и очевидно что я буду запускать их с небольшими временными промежутками конечно и 10 здоровенная махина с огромной плоскостью и увернуться ему по идее должно быть сложно с учетом того что еще и скорости ему будет дико не хватать но как показал данный эксперимент все-таки эй 10 и может выжить причем довольно успешно против 6 фениксов если использует лтц то есть ловушки крайне эффективно уводят с помощью диполей рлс перегрузка и в целом отклонение этих ракет значительно уступают тем же сперро воробьям но вот если противник не использует ловушки то вероятность попадания значительно увеличиваются и здесь в довесок один из зрителей сказал если держать противника в собственном захвате то это якобы повысит возможности фениксов так или иначе давайте проведем ряд экспериментов в реальном сражении и так я выхожу на огневой контакт понятное дело у меня еще не максимально необходимые высоты но я думаю этого будет достаточно запускаем 6 фениксов постепенно отрабатываем противника и соответственно будем ждать результаты не важно что там будет происходить с нами главное сбить противника сами кстати в свою очередь не будем использовать ловушки для уклонения от фениксов чтобы оценить как они в целом себя ведут насколько отклоняются и так далее и так противник я думаю полностью в нашем распоряжении неподалеку пролетают вражеские фениксы без ловушки спокойно уклоняемся кстати наши фениксы попадают а мы уходим вообще без проблем действительно сильно не хватает по сравнению со спера у отклонения этим фениксом но на самом деле это нормально все таки дальнобойные ракеты и если бы все было иначе в плане параметров отклонения это было бы фактически имба но любопытное другое как мы умудрились фениксами попасть и давайте посмотрим видео я замедлил два раза противник начинает немножко хренить но особо не меняет траекторию только только начинает отклоняться и первый шесть фениксов попадает по противнику остальные тоже летят в принципе его направление но суть ясна очень поздно было принято решение чтобы использовать какие-то маневры и кроме того не использовались ловушки совершенно хотя это очень странно у тебя же маркера на весь экран это не сб там люди действительно ничего не видят ничего не понимают иногда с по срабатывает но в целом здесь как бы в рб можно вполне себе увидеть приближение ракеты за счет этих самых маркеров невнимательность идем дальше это не тот эксперимент что я хотел давайте посмотрим на следующего противника который надеюсь делает ряд уклонений чтобы посмотреть скажем так результаты пролета фениксов отправляем несколько ракет по противнику плевать что будет с нами я вижу что по мне уже воробей попал от фантома ничего страшного главное что мы успели отработать по противнику дальше ждем результата будет ли попадание вижу ответные ракеты летят и да мы сбили его снова несколько запущенных фениксов по одной цели сработали хотя если вспомнить прошлый эпизод то там сбить и произошло с первого же феникса а здесь противник запускает ракету приближаются мои фениксы что делает фантом выпускает ловушки продолжает лететь по той же траектории фениксы все ближе он не меняет курс и его сбивают что ж это конечно интересно опять же не такого результата я ждал если прошлый эпизод был исключительно из-за невнимательности противника то этот исключительно из-за неопытности то есть ну вы же понимаете прекрасно идем дальше я пока не удовлетворен нужен достойный противник который покажет более-менее нормальное уклонение от феникса хоть какие-то попытки а не то что мы сейчас видим так запускаем очередные 6 фениксов по оппоненту до расстояния не маленькая но в целом как я уже сказал главное чтобы ракета достигла расстояние до 16 километров чтобы сработало уже собственный рлс до этого мы конечно же держим оппонента в захвате и дальше уже пофиг все теперь давайте посмотрим что происходит уклоняемся надеемся на какие-то интересные результаты я не буду проматывать этот момент просто понаблюдаем видите да вот такой прям заградительной волной идут наши фениксы бедолажка что же сейчас тобой произойдет в небе а с тобой ничего не произойдет неужели первый достойный противник эта битва станет легендарной давайте посмотрим каким же образом он уклонился а классический он просто начал ходить вниз выпуская ловушки и фениксы полетели хер пойми куда извините за мой французский да как видите подтверждается то что было в эксперименте со знакомым танкистом который использовал ловушки на и 10 крайне крайне эффективные ловушки против фениксов они их очень и очень эффективно обманывают смотрите насколько они отклоняются при их использовании принципе можно сделать следующие выводы запускать 6 фениксов не имеет никакого смысла это было очевидно изначально но в большей степени все фраги фениксов происходит сейчас по двум причинам первое это то что противник тупо невнимательный и не имеет значения сколько фениксов вы по нему пустили если он невнимательный достаточно и одного хотя можно запускать и два с паузой секунд в 10 почему бы и нет не более и второе после появления томкетов многие стали несколько иначе летать вот фактически на второй день выхода патча самолетов которые забираются на 45 километров стало значительно больше согласитесь а это хорошая среда для фениксов но главным фактом для меня стало вот что если все-таки противник не проспал как некоторые приближение фениксы главная причина почему он начал какие-то противодействия это потому что есть здоровенные маркера которые сложно не заметить а дальше никаких проблем именно это является главной причиной почему в сб фениксы довольно эффективны как писали некоторые ребята делают за противостояние течение часа по шесть семь восемь фрагов вот вам и разница с безмаркерным режимом в рб же даже с учетом правил использования фениксов более правильно 5000 метров высоты паузы при запуске двух фениксов секунд в 10 учитывание расстояния срабатывания собственной рлс ракеты в 16 километров это все равно будет больше степени рулетка заметит их противник не заметит если отошел за чаёчком все отлично если не сидел на месте увидел приближение маркеров с ракетами значит он точно от них уклониться а это не сложно разумеется каждый сам для себе решит на каких ракетах ему играть конечно комфортно так вот на пофиг закидывать фениксами на отличном самолете том кэти но после этих экспериментов и попытки закидывать противника фениксами я все-таки еще раз убедился в том что предпочту сперроу потому что в некоторых моментах когда вот я уклонился от фениксов даже без использования ловушек спокойно совершенно уходил сперроу бы меня уже давно сбил фарабье еще и даже если бы я ловушки выпустил меня бы не пощадили в том элементе но риска такого геймплея все же больше потому что тупо подлетаешь гораздо ближе к противнику тем не менее ребята важно понимать что это только начало это ранние фениксы у нас еще появятся какие-нибудь там советские р-37 и другие фениксы более поздние там модификации c или еще круче кто-то там говорит что феникс это вообще фигня есть ракеты гораздо страшнее которые сейчас на вооружении со временем все это появится в игре надо главное дожить все ребят всем пока надеюсь был интересный эксперимент посмотрели подумали несколько фениксов покидали и результаты вы видите всем пока поддерживайте лайком и увидимся в следующих роликах удачи